Здравствуйте! Вы хотите знать, кто я? Сейчас я вам расскажу, кто я. Есть киевский летописец Пимен. А я не он. Я черновицкий летописатель Пинхус. И сейчас мы с вами поговорим немножечко-таки за легенды старых черновиц. Когда-то в Черновцах в изобилии водились ведьмы. История их появления на местном небосклоне уходит в мрачные глубины темного Средневековья. Как-то черновицкий мещанин Иоганн Бовдурян сильно приложился с коллегами к самогонке производства известной местной профессионалки Донны Алкозельцев. Возвращаясь домой, в крепком подпитии, Бан был дуряк, еще во дворе почувствовал, в хате притаилось что-то сверхъестественное и малоприятное. Подозрение вызвало отсутствие около порога привычной метлы для очищения крыльца от снега. Лишь только подступил Иоганн к хате, как мгновенно получил метлой в лоб и потерял сознание. Остатками уходящего зрения Бовдуряк успел заметить женский силуэт, улетающий верхом на метле. На следующий день выяснилось, что подобная мистика встретила дома каждого из Иоганновых коллег по бутылке. Именно тогда, гласит легенда, небо над городом наполнилось летающими на метлах ведьмами. И такое повторялось неоднократно. Однако это не остановило ни потребителей домковой самогонки, ни саму ее алкофабрику, которая продолжала работать четко, как часы над ратушей. Черновицкие легенды часто повествуют о выходках местных ведьм. Вот, например, легенда о мещанке Марго Хуменко, которая жила в одиночестве на Ачибе где-то в районе нынешней Каличанки. На ее заборе постоянно появлялось слово из трех букв, которое никто никогда не мог стереть. Как ни старались это сделать местные коммунальные службы, а слово появлялось снова и снова и с мистическим упрямством пылало красным неоном. Соседи испуганно шарахались от моргового забора, неистово крестились на него, а слово продолжало свое нечистое бытие. Слово это стыдно произносить и поныне, но ради читателей и слушателей мы нарушим это табу. Мистически пылало на заборе Марго слово из трех букв. ВИЙ. ВИЙ. И тогда появилось в Черновцах стойкое словосочетание ВИЙ-Морговый. Со временем, путем множественных искажений пальплёрного пошиба, оно превратилось в хрен моржовый и в таком виде дожило до наших дней.